Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Murdered Soul Suspect. В прошлой серии, как вы помните, мы обследовали полицейский участок и забрали оттуда досье. Теперь главная наша цель это кладбище Эшлинд Хиллс. Так, газетная статья, а это что такое? Вечный огонь. Необходим еще 12 дополнной картины. Вот я там что-то видел, вот здесь вот. Сюда можно пройти? Да, сюда можно пройти, так это что такое? Ну и что? Нельзя никак обследовать. Нет, нельзя. Ладно, уходим отсюда тогда. Нам здесь делать больше нечего. Где-то здесь должно быть это кладбище Эшлинд Хиллс. Где-то неподалеку. Так, вот оно, да? Нет, странно. Нам несколько точек показывает, вот и все. Ну ладно. Видимо, оно дальше, чем я думал. Повсюду эти сожженные здания. Ну вот, мы добежали наконец-то до кладбища. Так, переходим к кладбище Эшлинд Хиллс. Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила, где зарыт ее труп. Скоро и меня туда закопают. Кто там за нами следит? Вот черт, там какой-то призрак. Скользнуло. Что-то здесь нечисто. Может, идем отсюда пока не поздно? Или будем расследовать? Охренеть. Бу. Супер. Вот только еще одного долбанного призрака мне не хватало. Прости, что я так долго, Джулия. Так, задача выполнена. Добраться до кладбища Эшлинд Хиллс. Теперь нужно найти Джой. Только где ее искать? Так, его спросить о чем-то можно. Ты в порядке? Ты как? Я... Я не знаю. Я так напился. Но мы оба. Мы с ней стояли, обнимались, а потом я упал в воду. Когда обратно забрался, ее уже не было. Тебя столкнули? Да нет. Ничего такого. Говорю, хватил лишнего, вот и упал. Просто... Просто я очень удивился, что она ушла. Ну, наверное, испугалась чего-то. Да. Твоего трупа в воде. Что? Проехал. Мне надо идти. Но вдруг она вернется. Охренеть. А вот и Джой. А вот в участке было тепло и уютно. Правда? Да. Ты там потихоньку бегала за фонариком? Потише. Я тебя не вижу, и мы не разговариваем. Усек? Тут полно людей, которых я знать не хочу. Эй, повежливый. В досье сказано, что тут произошло убийство. Я вижу только листья и грязь. Они могли зайти в тупик. Не так быстро. Что теперь делать? Надо определить, связано ли это дело с другими убийствами и звонаря. Так, улики нужно искать. А ты кто? Прошу прощения. Пару недель назад вы не застали тут полицейское расследование? Я близко не подходила, но кажется, там что-то было. Я не уверена. Вечный берегу. Так, а это кто? А, ну мёртвая. Утонувшая, наверное. Нет. Так, мёртвая. Выброшена на берег. Оборванная. Призрак видел тело. Вот этот призрак, походу, делал, да? Ну-ка, давайте с ним поговорим. Спрятанное в кустах. В каких кустах ты говорил? Хрен его знает. Про какие он кусты говорил. Ладно, давайте тут рыскать. Плохо видно. Тёмные кусты. В кустах слишком темно. Что ещё мы можем тут найти? Больше я пока что тут не особо что-то вижу. Уверен, здесь ещё есть зацепки. А, то есть отсюда нам выходить лучше не стоит. Может тут что-то внутри было, а я не заметил. Да нет, вроде ничего нету. А это кто такой? А, ну мы его спрашивали уже. Мне надо идти. Так, это что такое? Забыто. Ещё что-нибудь есть тут? Так, это? Откуда ты здесь? Шесть из восьми улик нашёл. Джоя, тебе нужно кое-что вытащить из тех кустов. Да, иди вытащи. Это, наверное, седьмая улика будет. А тут что-то было, нет? Какая-то верёвка. Верёвка кажется знакомой. Где я это видел? Наверное, особенности убийств? Да. Сходство жертв за наряд. Так, нужно поговорить с Джоей. Значит, убили её в другом месте. Но где? Берег тянется на миле. Это всё равно, что искать иголку в стоге сена. Нет, гений. В стоге иголок. Причём с призраками. Вот бы спросить её, Софию. Чёрт возьми, а ведь точно. Это тот призрак, что шёл за мной. Девчонка никак не отвяжется. Охренеть, что у неё со ртом. Да, да, что на фото. Чёрт, хватит так делать, ясно? Стой, не оставляй меня. Ты видишь? Да. Она говорила с мёртвым годом. Одна услуга. А больше не всем нам поможет. Пожалуйста. Чё это такое? Ты слышала? Да, разумеется, слышала. Демоны. Неужто демоны? Охренеть. Проклятие. Где эти демоны? А, вон вижу один. Так, быстренько его убиваем. Готов. Вон ещё один демон. Ну давай, поворачивайся. Ещё одного демона грохнули. Так, что тут у нас, подождите. Безрассудный Ронан. Но этого следовало ожидать. Человек с таким количеством татуировок не боится смерти, не боится совершить поступок, о котором потом пожалеет. Но если я хочу быть с ним, то должна знать, что ему не всё равно, будет он жить или умрёт. Он рассказывает о своей смелости, о риске, на которой идёт. Надеюсь, он просто пытается произвести на меня впечатление. Ведь в противном случае, однажды он попадёт в очередную историю, которая печально закончится. А это кто такой? Кто герой? Привет. Кто у нас герой? Мой прадедушка. Я нашёл на чердаке его армейские вещи. Даже отбил из его фляги. В нашей семье о нём не говорят. Это из-за того, что он на войне воевал. Как это, наверное, здорово, вспарывать штыком животы, размазывать чьи-то мозги по стенке. Поверь мне, парень, о таком ты никогда не забудешь. Хотя забыть-то как раз очень хочется. И что? Он был герой. Я бы всё отдал, чтобы меня таким же запомнили. А меня помнят, как труса, который покончил с собой. Сочувствую. А это неправда. Не знаю, как это вышло, но я не трус. И будь я жив, я бы за такие слова кому угодно глотку порвал. Ладно, ладно. Ты не трус. Я понял. Таким, как ты, не дано понять. Всё это плохо кончится. Блин, никогда столько не ржал. Никогда. Так, вот что? Тут пусто. Так, куда мне идти-то? Может, наверх? Да, следы ведут наверх. Опять демон. Так, больше вроде демонов нету. В принципе, можно было его обойти, но я его захотел убить. Так, а сюда не пройдёшь случайно? Прогулка по кладбищу. Меня так привлекают кладбища, особенно старые. По-моему, они похожи на музей. Ронан, бедняга. Пошёл вместе со мной, терпеливо слушал мою болтовню про похороненных здесь губернаторов. Про массовое захоронение погибших. От чумы. Про строителей канала, которые сто лет назад заболели жёлтой лихорадкой. Сколько людей умерло в этом городе. И какое же это замечательное тихое место, где можно обо всём этом думать. А мы же обратно вернулись. Да, обратно вернулись. Чёрт возьми. Сейчас я её догоню. Да подожди ты, ё-моё, я не знаю, куда она делась. Я чё, круг, что ли, сделал? Ну, ё-карный, ба-бай. Как я мог сделать круг? Тут она где-то... Вот она. Да куда ж ты так быстро перемещаешься? Я за тобой не успею. Тут ещё одна, кстати говоря, записка. Почему Ронан стал полицейским? Сегодня Ронан был на редкость склонен к философии. Обычно такие темы он не любит. Но я сегодня постоянно говорил про карму. Про то, что должен заплатить за какие-то прегрешения. Я думаю, он имел в виду давние преступления. Именно поэтому, по его словам, он и должен стать полицейским, чтобы искупить своё вино. Другого способа он не видит. Латвища заложено ещё в шестидесятых годах семнадцатого века. У тебя проблемы, дружок? Или после ведьм? Проблемы? О, хороший вопрос. Вы всё слышали? Я работал мясником, пока эта любопытная сучка всё не испортила. Ко мне люди за мясом издалека приезжали. Я собрал столько наград, что некуда было вежать. На стенах места не хватало. А потом пропал её маленький сыночек, и меня упекли за решётку. Дай угадаю, ты его убил? Не убивал я его. Я никого не убивал. Это делали мои свинки. Охренеть. Будешь преследовать до смерти? Почему-то сразу вспоминается о амнезии Машин Фор Пикс. Спрошу, каков был на вкус её сыночек. Занимательный факт. Вкус свинины зависит от того, чем свиньи питаются. Я слыхал, для такой мрази, как ты, есть специальные места. Она сама во всём виновата. Так, ладно, Софи куда-то сюда убежала. Как я понял. Табличка жертвы жёлтой лихорадки. Изискание доктора Троттера. Чья это рука? Это чья рука? А, да. Это жертва, принесённая на алтарь науки. Кровавая жертва. Это вуду какое-то, а не наука. Можно и так сказать. Но ведь истинная цель науки — понять, как устроен мир и какие силы им управляют. Мои методы могут показаться несколько негуманными. Но это не повод остановиться на полдороги и всё бросить. К тому же, теперь у меня полно материала для дальнейших исследований. Что? Вы ставили опыты на людях? Большинство и так уже, считай, покойники. Я спасаю кого могу. А остальным? Я тоже нашёл применение. Это же люди, не морские свинки. Вы правы. А теперь, извините, меня ждут дела. Охренеть. Так, это что такое? А, просто фонарь. Ты кто? Почему они больны? Чем болели эти люди? Это жёлтая лихорадка. Я подслушала разговор сестёр. Что-то про рабочих с Панамского канала. Это они завезли болезнь. Пожалуйста, спаси меня. Я ему нужна для опыта. О чём ты? Это же госпиталь. Они хотели помочь. Ты не понимаешь. Это же карантин. Помощь не придёт. Только смерть. Короче, этот сумасшедший доктор пытал их всех. Офигеть. В натуре с катушек съехал. Так, нам сюда что ли? Как я понял. А вот она. Стой. Телепортация. Вы можете вывести на экран метку точки назначения. и удерживая левую кнопку мыши метка перемещается при помощи мышки, чтобы телепортироваться, отпустить левую кнопку мыши, продолжить. Так, а куда она убежала-то? Что-то я не вижу. Может, куда-то сюда? Ну да, скорее всего. Новая татуировка. Правосудие. Новая татуировка. У него на спине ещё одна женщина. Но, к счастью, австрактная фемида. С весами. Но без повязки на глазах. Я спросил, что это значит. И он впервые отказался об этом говорить. Могу лишь предполагать, что у него был какой-то печальный опыт общения с неслепым правосудием. Возможно, расскажет позже. Так, ладно, вниз, что ли, пойдём? Локоны из могилы. Окей, мне надо найти Софию. Где она? Где же София? Может, она где-то здесь? Да и вы все умерли, ребятки. Охренеть. Новая татуировка, Роза. Этого я совсем не ожидал. Урон новая татуировка. Но на этот раз она не связана ни с преступлением, а ни с насилием. Она про меня, про нас, обоих. Две переплетённые Розы. Кажется, он считает, что наши отношения навсегда. Он набил её поверх тату, посвящённой родителям. Блин, я не знаю, куда бежать. Куда же бежать? Ё-моё. А вон выход вроде, да? Ага. Вон она, София. Да стой ты, блин. Куда убежала? С вами Трэвис, охотник по привидениям. Мы в Сальне, Сачусенс. У этого города жутко. Так, вот она куда-то сюда убежала. Охренеть. Демоны? Три штуки. Вот это да. Так, казним его по-быренькому. Уходи, 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 уходи. А как Софимия у них пробралась-то? Давай, давай, иди к Вороне. Сейчас потихоньку будем этих демонов убивать. Давайте для начала этого демона убьём. Сейчас он повернётся назад, и мы тогда его прикончим. Ну, давай, поворачивайся, тварь такая. Всё, повернулся. Так, теперь надо искать Софию. Вон она. Куда она нас ведёт? Интересно мне знать. Так, я тут записочку вижу. Рекс о прошлом Ронана. Я пересказал Рексу слова Ронана насчёт преступлений. Похоже, он встревожился, но не из-за меня. Просто он знает, как тяжело вернуться к нормальной жизни, если у тебя криминальное прошлое. Даже когда ты полностью изменился, люди не хотят давать тебе ещё один шанс. Из-за этого я прониклась в Кронана ещё большим сочувствием. Он так хочет стать другим, мне нужно как следует об этом думать. Вон она, куда-то нас провела. Постой, не бойся меня, я хочу узнать, кто тебя убил. Да, да, я, я полицейский. Надо выяснить, что хочет София сказать нам. Так, ну это трещина, наверное. Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Всё нормально. Взять Софии за руку. Я не знаю про договор. Прошу, перестаньте. Что за чертовщина? Договор? Не понимаю, какой ещё договор? Она хочет, чтобы я взял её за руку снова. Нет, сейчас тебя убьют. Ты ещё ребёнок, не надо на это смотреть. Ну ладно, берём её за руку. Клянусь, я не знаю про договор. Пожалуйста. Нет. Не надо. За что вы так со мной? Кто вы? Что вы делаете? Он меня, короче говоря, на этом кресле утопил. Охренеть. Он на тебе. Его знак. Он что-то означает. У Джоя такой же крик был, кстати. Ну, вот и всё. Нужно возвращаться к Джои. Ну, пошли. Выяснить, что знает призрак Софии. А, ну это выполнена задача. Нужно вернуться к Джои, короче говоря, теперь. Чё, по тому же ходу, что ли, пойдём? А как к ней вернуться-то? Остаётся только так. По этой речке идёт. Так, я что-то там вижу. Опять записка, что ли? Ага. Ронан Курильщик. Так, я упустил. Так, это не та записка, блин. Вот, Ронан Курильщик. Эти сигареты сведут Рона на могилу. Я знаю, что ему нравится курить, но сегодня просто обязана была обсудить с ним этот вопрос. Я сказал, если хочешь дожить вместе со мной до старости, откажись от проклятых раковых палочек. А он ответил, что уже и так от многого отказался ради меня. Не самый вежливый ответ, но таков уж Ронан. И мне кажется, он не собирается дожидаться старости с его-то жизнью. Ну, пускай человек курит, если ему хочется. Это его дело, в принципе-то. Да блин, я вернулся, ё-моё. Так, чё там такое было? А, можно укрыться. Там ещё одну записочку вижу я. А здесь вон Джой. А, это не записка, это Локон могила. Ронан, я слышала крик! О, ты в порядке? Ну, я всё ещё мёртв. Ты ведь что-то нашёл? Да, нашёл. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашёл след там, какой... Извини, хорошо ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он всё время спрашивал её про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Айрис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано, Люкс Этерна. Это что? Да. Люкс Этерна — это психбольница. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперёд. Я немного задержусь. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. А, он хочет повидать могилу своей жены. Пока ещё не ушёл. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. И рэкс тут. И рэкс тут. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат. Она в курсе. Продолжение следует... Расслабься. 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 Ну, наверное, ребят, я на этом пока закончу Так, давайте начнём новое задание Нужно найти психиатрическую больницу, выжившую из этого зонаря Какая девушка выжила после нападения зонаря Возможно, она что-то знает Ну, а на этом всё, ребят Всем спасибо за просмотр И всем пока